Продолжаем выпуск. В Болотнинском районе десятиклассники на конкурсе ученик 21 века представили волонтерские проекты. Тематика работ разная, от помощи ветеранам до создания хоккейной команды. В школьных предметах мне больше всего нравится география, литература и история. Путешествия по миру у Влада Белоусова пока в перспективе. А сейчас нет ничего важнее, чем достойно представить себя на заключительном этапе конкурса ученик 21 века. Видеофильм для визитки монтирует сам. Это одно из испытаний для финалистов. Настроение очень, если можно выразиться, боевое. То есть я стараюсь, мы все одновременно работаем и мы готовимся побеждать. Мы – это команда. Без поддержки на конкурсе придется туго. Чем убедительнее болельщики, тем увереннее чувствуют себя выступающей на сцене. Темы посвящены году волонтерства. От поддержки одиноких пенсионеров до экологической работы. Алина Остапова утверждает, в 21 веке мусору на улицах села не место. Для России село – частица, а для нас – родительский дом. И мы рады, что можем гордиться малой родиной, где мы живем. Серьезность поднятых конкурсантами проблем членов жюри впечатлила. Уровень подачи материала, ораторские способности тоже. Всегда побеждает ученик, который в первом туре набирает большее количество баллов. И если тот, кто показывает именно уровень знаний по предметам. А потом уже, если нет, то помогает второй тур добрать именно творчество, активность своей в районе, в школе. Самостоятельность, интересы выполнения проекта добровольческого сейчас, кто год добровольца. Мы оценивали именно этот проект. Лучшим признали проект Евгения Дорофеева из Новобебеева. Конкурсант убедил аудиторию. Многие дети не только не умеют играть в хоккей, но и стоять на коньках. Поэтому целью нашего проекта стала организовывать досуг у учеников школы через привлечение их к занятию хоккеем. Итак, имя ученика 21 века названо. С января Новобебеевская хоккейная команда приступит к тренировкам. Победителю конкурса и всем участникам вручили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки. Екатерина Горшкова, Андрей Новоселов, Новости ОТС.